17 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня образования Управления Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области. В честь этого 22 октября в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Магаданской области прошло торжественное собрание, на которое были приглашены первые лица города и области. Многих знаю лично, действительно всегда с первого момента создания антимонопольного, далее реорганизации федеральной антимонопольной службы, у вас всегда был хороший-хороший дружный коллектив, красивый, профессиональный, всегда приятно общаться. Мы осознаем, что даже если примут какое-то решение, которое нас не устраивает, главное, как это преподнесено. Вежливо, тактично. Поэтому заслуга руководителей, всех, кто сегодня работает, и вашего сейчас, Марина Анатольевна, что у вас такой сложный коллектив. Мэр Магадана вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам ведомств, поблагодарив их за нелегкий труд, отметив их высокий профессионализм и важность обеспечения свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства страны. Грамоты и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в проведение антимонопольной политики сотрудники Магаданского ФАС получили от правительства Магаданской области и Магаданской областной думы. Свои поздравления коллективу передал сенатор Российской Федерации Анатолий Широков. Конечно, что касается рабочих моментов, несмотря на все вот эти перипетии хозяйственные, управление продолжало работать, работало и делало свою работу хорошо. Дела, которые рассматривались управлением в 2019-2020 году, стали прецедентными, то есть стали примером для применения другими территориальными органами. Это дело в отношении ПАО «Аэрофлот», когда мы признали нарушением их порядок торгов, связанный с перевозкой грузов именно. И дело в отношении Камчатской межобластной ветеринарной лаборатории, когда они завысили цены многократно по разным услугам. Поэтому такая работа, такие успехи, отмечаемые на федеральном уровне, конечно, я считаю, что это очень высокое достижение для такого маленького управления, как мы. Да, чего только не было за 30 лет. Громкие победы, смелые решения, преодоление трудностей и ежедневное решение непростых задач. За три десятилетия ведомство потерпело ряд изменений. Дополнялись функции, росла ответственность, менялся и сам коллектив с его руководством. А что сегодня? Сегодня в Багаданском ФАС трудится 15 человек под четким руководством Марины Анатольевны Романенко. За треть века грамотными специалистами ведомств произведена большая работа по формированию благоприятной конкурентной среды и эффективной системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Профессиональный коллектив управления, понимая возложенную на них ответственность, достойно выполняет свои функции, способствуя экономической стабильности и процветанию Колымского края. КОЛЫМСКОГО КРАЯ Сегодня состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. Городские депутаты рассмотрели пять вопросов. Среди них о внесении изменения в отдельные решения Думы, в частности в положении о создании условий для организации досуга магаданцев. А также в положении об организации музейного обслуживания. Речь о порядке установки надписей на объекты культурного наследия. Также депутаты обсудили вопрос об утверждении муниципальной программы развития физкультуры и спорта на территории Магадана на 2022-2026 годы. Целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность для населения города Магадана систематически заниматься физической культурой и спортом, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва, развития массового спорта и туризма в муниципальном образовании город Магадан. В рамках данной программы предусмотрено выполнение важных задач. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом, предоставление качественных услуг по спортивной подготовке, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса и спортивного резерва для успешного выступления на соревнованиях различного уровня, развития инфраструктуры и спорта муниципального образования города Магадан, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями, а также повышению заинтересованности горожан спортивным туризмом. Система мероприятий программы содержит четыре раздела. Первый раздел – это развитие массового спорта для населения муниципального образования города Магадан. Второй раздел – развитие детско-юношеского спорта. Третий раздел – развитие туризма. И четвертый раздел – это развитие городской спортивной инфраструктуры. На реализацию программных мероприятий предполагается потратить 106 миллионов рублей, в том числе средства муниципального образования города Магадан 52 миллиона рублей, средства областного бюджета 28,7 миллионов рублей, средства федерального бюджета 26,1 миллионов рублей. Реализация программы позволит увеличить долю населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Возрастет количество победителей и призеров российских и международных соревнований, а также спортсменов и разрядников. Ускорит рост спортивного мастерства воспитанников спортивных школ, а также позволит укрепить материально-техническую базу спортивных учреждений муниципального образования город Магадан. С начала года возбуждено более 430 уголовных дел, мошенничества и кражи с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Более 300 преступлений совершены из-за пределов Колымы, 97 – местного характера. Об этом рассказали СМИ на брифинге УМВД. Общий ущерб составил более 70 миллионов рублей. Количество краж с банковских карт меньше не становится, утверждают эксперты. Как же совершаются преступления? Основная схема, она не изменилась. Она только лишь совершенствуется злоумышленниками. И она состоит из двух составляющих. Этот звонок под предлогом так называемого сотрудника банка, то есть финансово-кредитной организации, который сообщает о каких-либо проблемах со счетом того гражданина, к которому поступил звонок. Далее действия злоумышленников направлены на то, чтобы максимально получить от держателя банковской карты информацию об его персональных данных, от данных его банковской карты, возможное получение от держателя карты паролей. Например, 51-летняя жительница поселка Сокол подала заявление. Женщина рассказала, что хотела получить дополнительный пассивный доход и перечислила неизвестным почти 4 миллиона рублей. Также 31-летний житель поселка Палатка обратился в органы и рассказал, что перечислил в финансовую компанию почти миллион рублей. Некоторые потерпевшие у нас идут на такого характера вложения, даже беря при этом в различных финансовых организациях кредиты и вкладывая эти денежные средства. Так вот, буквально полторы недели назад одна из потерпевших у нас таким способом потеряла более 3,5 миллионов рублей. Вложив эти деньги, получив два кредита, вложив свои личные сбережения, все эти деньги были похищены. Как же обезопасить себя от мошенничества? В любой нестандартной ситуации в первую очередь нужно успокоиться и все обдумать. Злоумышленники намеренно торопят жертву, получив тревожную информацию о своих счетах, связаться с финансовым учреждением. Для совершения предоплаты достаточно лишь номера карты. Магаданское отделение Пенсионного фонда России напоминает, что 31 октября последний день подачи заявлений на единовременную выплату школьникам. После этой даты обратиться за выплатой будет уже нельзя. Сама выплата составляет 10 тысяч рублей и полагается она семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, продолжающим обучение по основным общеобразовательным программам или их законным представителям. Отметим, что финансовая поддержка распространяется на детей, которым 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет или 23 года не ранее 3 июля 2021 года. Чтобы получить выплату, достаточно подать заявление через портал Госуслуг или через клиентскую службу Пенсионного фонда. Предоставлять какие-либо дополнительные документы не требуется. Если в семье несколько детей указанного возраста, то заполняется одно заявление, в котором указываются все дети.